Это сегодня не будет больше чем полтора часа, потому что я сразу рационально воспринял реальность, что религия не вмещается, поэтому обещанная религия, вот там в заголовке, я когда слайды буду выкладывать, я уберу, просто действительно это довольно большой блок, тем более, что я хотел как раз 60-е, 70-е, 80-е годы разобрать. Но оно может быть и логичнее, потому что серьезные изменения, особенно в политическом аспекте, в сфере религии, произошли в 80-е годы, это нужно уже в контексте 80-х годов, так что, наверное, оно их лучше. А так, собственно, все остальное, как и обещано, сегодня будем об этом говорить. Значит, объявление просили, я потом еще в конце сделаю, что следующая лекция будет 4 декабря, то есть через 2 недели, но будет не в этом зале, а где-то, сказали, лофт, который напротив этого абонемента, на втором этаже, да. 203, по-моему, значит, я буду еще создавать, как для всех мероприятий, в соцсетях, я обязательно это помечу. Вот, так, вроде больше нет, 4 декабря, да, ровно через 2 недели, вот. В этом семестре по вторникам. А так, Галина обещала, что вроде как, может, даже у нас в следующем полугодии, может, ранее что-нибудь, извините, выложу, объявлю и так далее. Так, значит, сегодня у нас завершающая лекция, посвященная 70-м годам, причем там не только 70-е годы, там немножко и соседние периоды затронуты, вот. То есть, наука, технологии, немножко культуры, вот, значит, некоторые только аспекты, и внешние территории США, то есть, про них давно не говорил, а надо, соответственно, обязательно осматривать. Значит, ну, вначале про науку и технологии, вернее так, вначале про контекст, напомню. Значит, 70-е годы в Соединенных Штатах период тяжелый, в политической сфере это период, напоминаю, глубочайшего кризиса, кризиса доверия к власти в том числе, значит, соответственно, в сфере государственного бюджета это период большого роста расходов, в сфере экономики это различные серьезные потрясения, вроде Великого нефтяного кризиса 73-го года, инфляции, самый большой за всю историю 20-го века, то есть, она достигала 13% в конце 70-х. То есть, период такой достаточно сложный. Значит, и напомню, что, когда я говорил про экономику и доходы населения, то есть, это тот период, когда действительно в сельмостном выражении доходы большинства населения немного упали. То есть, если до этого они все время без всяких препятствий росли, то в 70-е годы рост не только затормозился, он немножко упал. То есть, это действительно такой непростой период. Однако, в сфере науки и технологий, так сказать, научно-технический прогресс, особенно, что характерно для американской экономики, его внедрение в текущее производство только увеличилось. Некоторые старые сегменты экономики уходили. То есть, я в прошлый раз говорил про перенос промышленности в страны третьего мира. Этот процесс начался в 60-е годы. Особенно пика достиг в 80-е годы. Соединенные Штаты потеряли, стали литейную промышленность больше, чем наполовину. В некоторых сферах, которые начали проваливаться в 50-е и 60-е годы, особенно в топливных, тем не менее, в 70-е наметился определенный период. Поэтому, применительно к науке и технологиям, из чего сегодня еще буду касаться некоторых отраслей промышленности, в которых изменения произошли как раз благодаря каким-то научно-технологическим внедрениям. Сегодня будет немножко и не только науки и технологии, но и немножко экономики. То есть, топливной промышленности, про которую я обещал, например, давно рассказать, я про нее тоже буду рассказывать. Так что не удивляйтесь, что в разделе науки и технологий я буду немножко и про промышленность рассказывать. Значит, но сейчас про науку. Значит, никогда до этого не говорил о истории фундаментальной науки в Соединенных Штатах, не рассказывал о истории Нобелевской премии, применительно к лауреатам, живущим в Соединенных Штатах. Тем не менее, именно после Второй мировой войны Соединенные Штаты вышли, безусловно, на первое место в мире по количеству награждений. То есть, Нобелевская премия для некоторых сфер, в первую очередь физики, химии и медицины, медицинские технологии, называется номинация. Значит, она действительно является, с точки зрения подавляющего большинства людей, работающих в сфере науки, безусловным, так сказать, срезом действительно высоких достижений. Премия в области экономики Нобелевская более сомнительна, потому что она уже назначена не Нобелем. Сам Нобель, как рассказывают, критично относился к экономике, не считал ее по-настоящему наукой, но, тем не менее, в конце 60-х годов какая-то определенная критическая масса исследований, причем с применением математических моделей, кибернетических всяких, особенно в сфере экономики труда, сподвигли на то, что, скажу, в 60-х годах стали вручаться и Нобелевские премии по экономике. Значит, вот здесь вот статистика вручения Нобелевских премий, то есть по каждой из номинаций первая колонка это весь мир, вторая колонка это США. То есть если мы посмотрим на довоенные годы, то, соответственно, за каждое десятилетие там среди физиков и химиков еще какое-то было вручение определенной премии, то есть три премии за десятилетие из 10-12 человек, то начиная с 50-х годов больше половины всех Нобелевских премий приходилось на людей, которые работали в Соединенных Штатах. Причем вот там вот я указал числа просто так и в скобках, значит число, которое стоит перед скобкой, это те, которые были изначально американцами. То, которое в скобках, это включая тех, которые начинали работать в других странах, но эмигрировали в Америку. И если мы посмотрим на вот эту табличку, то начиная с 80-х годов практически по всем номинациям есть Нобелевские лауреаты, которые заканчивали свою научную карьеру в Соединенных Штатах Америки. Значит, это подчеркивает тот тренд, я все-таки не историк науки, я все-таки социальный историк скорее, да, то есть подчеркивает тот тренд, который нас волнует. Значит, научная сфера в Соединенных Штатах привлекала людей со всего мира. То есть Соединенные Штаты Америки, особенно с 80-х годов, стали той страной, а ну даже на самом деле с 70-х годов, потому что понятно, что в основном Нобелевские премии в 80-е годы получали люди за достижения, которые были опубликованы в 60-е и 70-е годы. То есть Нобелевская премия редко дается прям вот по горячим следам. Значит, бывают разрывы 20 лет, что собственно и характерно для середины 20-го века и вот 70-х, 80-х годов. Значит, и вот показывает как раз, что в 60-е и точно в 70-е годы наступил определенный перелом, когда действительно Соединенные Штаты Америки выкачивали мозги со всего мира. И это касается не только массового сегмента, например, инженеров, просто людей с высшим образованием из стран третьего мира, с чем обычно принято ассоциировать учащику мозгов, да, но и с самой, что надо есть, верхушкой мировой научной элиты. Это связано в первую очередь с изменением системы финансирования. То есть, когда я уже рассказывал про 50-е и 60-е годы, я это подчеркнул, что к стандартному государственному финансированию науки, а в 30-е годы государство действительно в Соединенных Штатах не больше, чем в других странах мира, но тем не менее примерно на уровне стало каким-то образом финансировать определенные научные исследования. А чаще это были научно-технологические исследования, связанные с какими-нибудь более практичными вещами, в том числе со сферой ВПК. Например, Манхэттенский проект, в рамках которого было совершено параллельно огромное количество открытий, в том числе фундаментального характера, тем не менее был полностью финансирован государством и представлял собой очень серьезный, не только производственный, но и научно-исследовательский проект. Значит, получается, что с 50-х и 60-х годов очень значительное участие в финансировании науки стали принимать участие, получается, частные корпорации. Вот, и если мы посмотрим, получается, на перелом в сфере высоких технологий, который произошел в 60-е годы, и даже в 50-е еще, то это в очень значительной степени зависело и от того, что потом можно будет назвать стартапами, да, то есть небольшие компании, которые вырастали в крупные предприятия, ну, то есть даже не стартапы, в том числе стартапы, это то, которое появилось и продалось, значит, это корпорации, которые возникли в гаражах. Ну, и, получается, и крупные компании, которые до этого были крупные, как, например, IBM или Texas Instruments, то есть, которые действительно всерьез вкладывали в науку и исследования огромные средства, и часть Нобелевских лауреатов периода 70-х, уже 80-х годов, это люди, которые занимались не чисто научными, лабораторными исследованиями, теми исследованиями, которые финансировались частными корпорациями. Кроме того, как я уже рассказывал, вузовская наука тоже очень серьезно поднялась. Именно с 60-ми, 70-ми годами связан период резкого увеличения эндаумента, и создавался он в первую очередь в таком объеме для научно-исследовательских работ в крупных частных, особенно американских вузах, но и не только в частных, но и в тех университетах, которые принадлежали штатам. То есть, например, Калифорнийский университет с десятками тысяч студентов финансировался на протяжении 60-х, 70-х годов, преимущественно из бюджета штата. Тем не менее, он один из немногих публичных общественных университетов, то есть не часто, не из Лиги Крюча, достигал довольно больших успехов, в том числе участвовал в основных исследовательских проектах тех времен. При этом сотрудничая и с Калтехом, и с Стэнфордом, и с другими университетами, которые не находились в Калтехе. Так, получается, поэтому мы, соответственно, к высоким технологиям, в первую очередь к вычислительной технике. Значит, если 50-е годы это, соответственно, транзисторы, то есть получается до 70-е годы, это у нас развитие компьютерной техники до такой степени, что, соответственно, она становится компактной, по-настоящему компактной и персональной. Самым серьезным переломом не с исследовательской точки зрения, а с точки зрения конкретной технологии, внедренной в серийное производство, вот я подчеркиваю, что мне интересно в рамках данного рассказа именно это, совершила корпорация Intel, значит, которая буквально незадолго до этого действительно тоже возникла в гараже в 50-е годы. Тем не менее, к началу 70-х годов стала уже очень крупной компанией с очень большими объемами производства. Тем не менее, в рамках, казалось бы, крупной корпорации родился очень интересный проект, который был реализован в начале 70-х годов с очень большим отрывом от конкурентов. Это процессор Intel 4004, да, то есть получается первый коммерчески доступный микропроцессор, созданный на одном кристалле. То есть получается, что все функции многочисленных процессоров, которые объединялись на разных платах, и задачей человека, который конструировал технику, было собрать конструктор из этих плат на этапе монтажа компьютера, значит, получается, стал сразу более простым с той точки зрения, что все вычислительные процессы велись одним микропроцессором, и он был действительно компакт. Значит, тем не менее, Intel 4004 преувеличено его значение, потому что по-настоящему он в массовое серийное производство не пошел, но буквально через несколько лет, в 76-м году, если не ошибаюсь, нет, даже пораньше, наверное, в 74-м они выпустили процессор 8008, да, значит, получается, который уже действительно поступил в массовое серийное производство и произошел важнейший на самом деле на том этапе перелом с точки зрения ширины распространения компьютерных технологий. Значит, уже, получается, в 75-м году появилась первая машина, которую принято считать по-настоящему персональным компьютером, как тогда говорили микрокомпьютер, потому что под мини-компьютером понимался такой шкафчик, а под микрокомпьютером уже то, что помещалось на столе. И если до этого что-то микро можно было сделать только на уровне калькулятора, а я напомню, что первый электронный микрокалькулятор сделали, по-моему, в 66-м или 67-м году, значит, то теперь, получается, это первый компьютер. Однако, вот здесь вот он в прозрачном корпусе, верхняя левая фотография, значит, он не был похож на... Он скорее был похож на лабораторное оборудование, а не на офисную технику. Значит, и его там, кроме того, там были определенные технические недостатки, но вот с точки зрения маркетинга это была одна из основных проблем, значит, и на тот момент еще неосознанная. И вот эту вот проблему смогли преодолеть господа из недавно до этого созданной корпорации Apple, причем произошло это вначале практически случайно, вот, соответственно, Стивен Джобс и Стивен Возняк, да, то есть, получается, Возняк собрал этот компьютер Apple One, который называется просто для личного пользования, то есть, вот ему захотелось компактный компьютер, и он его для себя собрал. Они даже вначале не поняли, что, собственно, они сделали. Его здесь нет на фотографии, это такая небольшая коробочка, значит, соответственно, но, соответственно, через какое-то время до них дошло, что если это облечь нормальный корпус и сделать, соответственно, максимально типовое серийное производство на основании готовых типовых микропроцессоров, то получится что-то невероятное. И в 78-м году они выпускают Apple II, то есть, получается, вот эта вот машинка, это то, что стало первым коммерчески успешным, соответственно, компьютером, то есть, то, что впервые можно было назвать персональным компьютером. Значит, он занимал до 83-го, если не ошибаюсь, года, то есть, первые 5 лет, больше половины американского рынка вообще вычислительной техники. И там на рынке, несмотря на то, что появлялось огромное количество вариантов от конкурентов, если не ошибаюсь, там за 70% от рынка того, что было принято называть PC через какое-то время, значит, персональный компьютер. Кроме того, значит, возникновение машины, которая, причем у него, а, еще цена, принципиально была важная цена, то есть, изначально была задача, чтобы все это размещалось в 100 долларов, в итоге они там чуть-чуть вышли за пределы, но, тем не менее, это была доступная цена. То есть, это была доступная цена не на уровне автомобиля, то есть, а на уровне такой хорошей, дорогостоящей, но офисной техники, значит. И, соответственно, возникновение персонального компьютера повлекло за собой возникновение иных технологий. Кстати, это гараж Apple, который теперь музей, значит, посерединке. То есть, компьютер продается, в компьютере нет операционной системы. Вот, соответственно, получается, изначально воспринималась ситуация таким образом, что покупатель вычислительной техники, это программист, который будет использовать это для работы. Соответственно, в чем принципиальный перелом, так сказать, одна сторона перелома, сделанная корпорацией Apple. То есть, они превратили это не только в офисную технику, они превратили это в предмет постоянного бытового использования. То есть, это не только та машинка, с которой работают, но и та машинка, с помощью которой можно делать много других функций. То есть, она стала полноценным компьютером. И, соответственно, следующий этап, который был такой определенной революцией, это было изобретение также типовой операционной системы, которая могла продаваться практически в дополнение к этому компьютеру. Вот, и здесь получается, именно в тот момент, там тоже было много параллельно разных идей по созданию подобных операционных систем, но по ряду причин на первое место уже к концу 70-х годов вырвалась программа Altair Basic, которая изначально делалась под компьютер Altair 8800. Соответственно, и сделали ее Пул Ален и, соответственно, Билл Гейтс и корпорация, которая была названа к концу 70-х уже Майклс. Соответственно, здесь, как я не сказал, это Тед Хофф, значит, это тот человек, который, ну, непосредственно был единственным изобретателем микропроцессора первого интеловского, но, получается, его концепцию сформулировал и, по сути, дал инженерам задачу, которая оставалась только исполнить. Оставил он эту задачу в 68-69 году, а к 71-му году Intel это реализовал. Значит, получается, что мы имеем к концу 70-х годов, значит, появился персональный компьютер и типовые операционные системы. Значит, причем именно в том, с теми брендами, которые мы узнаем и сейчас. Единственное, что вот производители, например, вот здесь я специально вывез логотипы производителей микропроцессоров, это были пять безусловных лидеров на конец 70-х годов, вот из них мы, наверное, знаем однозначно только Intel и Motorola. Вот, ну вот, например, корпорация MOS или AMD или National Semiconductor, то есть это те компании, которые действительно предлагали прорывные идеи в 70-е годы, действительно занимали существенную часть рынка, но большинство из них в 80-х годов не пережили. А это наверху Билл Гейтс? Наверху, да, Пулалин и Билл Гейтс, да, а внизу Стивен Джобс и Стив Возняк. Значит, получается. Так, еще, соответственно, в догонку к компьютерам, вы, естественно, понимаете, что в нормальной рыночной экономике, если появляются какие-то технологии, то совершенно глупо считать, что единственным перспективным направлением роста с помощью этих технологий является только рабочий процесс. Нет. То есть, соответственно, современная массовая культура построена таким образом, что очень значительную часть оборота того или иного рынка, связанного с новыми изобретениями, занимает то, что связано с бытом, значит, и с развлечением. Не надо недооценивать индустрию видеоигр. Именно в 70-е годы в этой же индустрии, как и в компьютерной технологии, произошел лучший принципиальный перелом. Получается, 70-е годы это возникновение вот тех самых игровых автоматов классических, которые, я думаю, что кто-то еще видел в советском детстве, которые стояли. Единственное, что, наверное, в... А, нет, хотя нет. В общем, получается, автоматы, на которых была только одна игра, на самом деле, появились уже в начале 70-х. И только во второй половине 70-х появились автоматы, на которых уже была какая-то картриджная система, где, соответственно, можно было менять на одном и том же оборудовании либо несколько игр сменять, получается, переключением, либо, получается, менять кассеты. Причем там кассеты такие, на самом деле, просто с магнитной лентой были в 70-е годы, потому что не было еще других носителей никаких. Значит, в 72-м году Нолан Гушнелл, это очень знаковая фигура вообще, а не только в игровой видеоиндустрии, но и, соответственно, вообще на рынке компьютерных технологий, вот, соответственно, он вверху, значит, основывает компанию Atari Incorporated, которая, ну, просто, к началу 80-х годов имела оборот уже под 10 миллиардов долларов. То есть это, на самом деле, не знаю, точно меньше, конечно, чем Intel, но уж точно больше, чем Microsoft, и я боюсь, что на тот момент как бы и Apple они не обгоняли. Вот, то есть это действительно была гигантская корпорация, она до сих пор контролирует значительную часть игровой индустрии производства видеоигр. Значит, в 72-м году появилась первая игровая приставка, так, вот, соответственно, вот она посерединке сделана, так, а, нет, это другой компанией, а это приставка Polk, которая, соответственно, сделана корпорацией Atari. Значит, чтобы было понятно, те, соответственно, приставки, которые в основном проникли впервые в Советский Союз в 80-е, 90-е годы, они уже были скорее японского производства. То есть на тот момент японцы именно в этом сегменте играли такую догоняющую роль на гораздо более примитивном уровне. И только где-то к концу там 80-х годов, Ниндента там какой-нибудь, они уже, соответственно, всерьез конкурировали с американцами. Значит, получается, что, почему эта революция стала возможной? Революция с середины 70-х годов окончательно случилась, потому что произвели не самый лучший микропроцессор, вот, то есть два типа, причем это вот на 10 лет определило игровую видеоиндустрию, то есть микропроцессор MOS 6602 и микропроцессор Zilog Z80, да, то есть они были очень дешевые, то есть это были такого среднего пошива микропроцессоры, но которые были в 10 раз дешевле, чем аналогичные варианты. Значит, соответственно, что требуется от игровой приставки, значит, или от игрового автомата, или уж тем более от появившейся к концу 70-х годов, вот это, как называется, портативная консоль, то есть вот игрушка, которую держишь в руках, максимальная дешевизна, то есть максимальная дешевизна, и, соответственно, вот эта вот консоль Pong, она, например, распространилась тиражом больше 20 миллионов экземпляров в продах. Вот, это, конечно, невероятные объемы, вообще для какого-либо оборудования уже там к началу 80-х годов и продавалась она там до конца 80-х, к ней постоянно обновлялись игры, в том числе, вот, например, там я указал основание компании Activision, значит, которая откололась от Atari, соответственно, они просто начали что? Они начали производить видеоигры для уже готовых консолей корпорации Atari. Вот, соответственно, Atari с ними посудилась-посудилась, потом бросила, потому что стало понятно, что это коммунитивный эффект, соответственно, больше покупается в том числе и приставка. Значит, ну и так как в 77-м году выходит на рынок, по-настоящему распространяется компьютер Apple II, то, соответственно, сразу началась разработка видеоигр и для персонального компьютера. Вот, и к концу 70-х годов уже, соответственно, был полный набор в нашем понимании невероятно примитивных игр, но, тем не менее, уже всех типов, практически всех типов, которые есть, уже появились тогда и квесты, и шутеры, и стратегии даже. Вот, соответственно, вот такая вот необычная, интересная сфера. Значит, про, озаглавил медицина, медицинские технологии, фармацевтика, про фармацевтику на самом деле отложил, тоже подчистить заголовок, и не напрямую про медицину, а именно про медицинские технологии примитивных в 70-м годах хочется сказать, значит, и про генетические исследования. Значит, 70-е годы это величайший, наверное, за историю медицинских технологий перелом с точки зрения диагностики. То есть, именно в 70-е годы появилась современная медицинская диагностика именно в том формате, в который его видят современный медицинский бизнес. Ну, и в значительной степени, я думаю, что и непосредственно врачи. То есть, в 70-е годы появилась компьютерная томография, значит, получается, к концу 70-х годов появился уже получается магниторезонансный томограф, ну, и в середине 70-х годов ПЭТ, то есть, позитронная эмиссионная томография. Значит, соответственно, вот там вот вверху два портрета людей, это Генри Хаусвилд, он британец, правда, и Аллан Кормак. То есть, получается, они получили потом Нобелевскую премию по медицине за изобретение компьютерной томографии, причем, это очень интересно, Хаусвилд был непосредственно инженер в сфере медицинских технологий, а Кормак был физиком-теоретиком. То есть, и он работал в Соединенных Штатах. То есть, он занимался действительно совершенно теоретической, казалось бы, физикой, и в какой-то определенный момент его исследования вдруг оказались прекрасно применимы для, самое что ни на есть, коммерчески важной, успешной сферы. И, соответственно, и он получил Нобелевскую премию, будучи физиком-теоретиком, именно за медицину. Причем, не из самого известного университета, он работал в Мичиганскому, но вот непосредственно, когда он свои исследования проводил, то есть, он работал вообще в университете в Сент-Луисе, я даже забыл, как он называется. То есть, не самый такой из передовых. То есть, были прорывы в каких-то неожиданных местах. Значит, и если вот я специально вынес по две даты на каждый пункт, то есть, если в 1971 году был изобретен томограф, то в 1973 году началось уже серийное производство. Значит, если ПЭТ было изобретено в 1975, то первой коммерческой уже в 1976. Вот. И, соответственно, с МРТ было сложнее, потому что концепция МРТ была придумана еще в 60-е, а вот реализовать ее было очень сложно. Вот. И там очень сложно, соответственно, приоритет определить. Люди, которые получили потом Нобелевскую премию за МРТ, соответственно, считается, что одного забыли. Вот. И он как раз сделал самый большой вклад. И это до сих пор считается из всей Нобелевской премии в сфере медицины и технологии такой самым спорным моментом. Тем не менее, первое именно коммерческое серийное производство МРТ появилось в 80-е годы. И, соответственно, все эти пункты это в очень незначительной части Великобритании, а в большинстве случаев это именно Соединенные Штаты. в правом верхнем углу как выглядела тогда оборудование. То есть, как-то поменьше пластика, побольше металла, чем сейчас. А так очень даже напоминает даже по очертаниям. Значит, еще один серьезный прорыв в конце 60-х, 70-х годов произошел в сфере генетики, то есть, получается, генетических исследований. Значит, в 72-м году Пол Берг получил первую рекомбинатную молекулу ДНК. То есть, получается, он сумел получить молекулу с генами двух разных видов живых существ. Вот, получается, первый генномодифицированный организм получили вот эти два человека в 73-м году. Это Герберт Бойер и Стэнли Коэн. То есть, оба, естественно, оба американцы. Что интересно, что Герберт Бойер через какое-то время организовал буквально через несколько лет компанию Genotech, которая до сих пор является одним из своеобразных лидеров генных генетических исследований. То есть, и уже, что интересно, в середине 80-х годов это была крупная успешная компания. То есть, тоже редкий пример, когда ученый стал еще и предпринимателем и действительно достаточно успешно. и, соответственно, первое трансгенное животное, мышка, появилось в 74-м году. Вот, это получается Рудольф Леоневич. Он немецкий, на самом деле, медбиолог, но непосредственно вся работа, которая была проведена для получения генномодифицированной мышки, была проведена на территории Соединенных Штатов. То есть, соответственно, и именно за эту работу его все знают. Значит, получается, и в 78-м году произошло самое серьезное достижение генетики с точки зрения бизнеса. Вот, то есть, как раз компания Генотек приступила к серийному производству генномодифицированного инсулина. То есть, это впервые действительно решило проблему нехватки инсулина, которого страдала медицина всего мира в течение нескольких десятилетий. Так, значит, в космосе космических исследований. Значит, я уже частично говорил, поэтому не буду касаться программы Союз Аполлон. Получается, вообще, завершение проекта Аполлон, то есть, он завершался до середины 70-х годов. 70-е годы это несколько новых проектов, в том числе, это начало проектов Викинг и Вояджер. То есть, Вояджеры были запущены в 77-м году. Викинг это исследование Марса. Кто не знает, Викинг это исследование Марса, это 75-й год. Начало проекта продолжалось на несколько лет. Значит, а Вояджер это исследование уже в серии газовых гигантов и отправка обоих аппаратов Вояджер и Вояджер-2 за пределы Солнечной системы. И они до сих пор летят. Вояджер-1 это самый удаленный объект, созданный людьми сейчас от Земли. То есть, где-то он уже летит далеко-далеко за возможно в облаке Ворта. Кто его знает, если облако Ворта существует. Значит, однако в 70-е годы произошел и некоторый серьезный перелом с точки зрения приоритета. Значит, если в 60-е годы самой главной задачей было развитие космических технологий, связанных с доставкой людей в космос либо на ближайшую планету, то в 70-е годы задачи существенно изменились. Это стало системное изучение ближайших планет с помощью автоматических механизмов. Значит, потом, это все, что связано с исследованием дальнего космоса с помощью телескопов и нового оборудования, то есть, телескопов, радиотелескопов, инфракрасных телескопов оптических всяких, в общем, радиотелескопов, естественно. Значит, и третье, это всерьез создание орбитальных станций, орбитальных комплексов и, соответственно, тоже оборудованных какими-либо телескопами. Значит, для Соединенных Штатов это 70-е годы, это эпоха Skyland, то есть, когда ее запустили, это, значит, Skyland запустили в 73-м году, она была на орбите до 79-го, вот, соответственно, на верхнем правом углу. Это орбитальная станция, первая американская орбитальная станция. К этому моменту у Советского Союза была серия салютов, то есть, орбитальных станций, значит, салют 7, если не ошибаюсь, был как раз большую часть 70-х годов на орбите, но надо иметь в виду, что Skyland был примерно в 5-6 раз больше чем любой салют, то есть, по объему внутренних помещений, ну и, соответственно, на нем существенно больше было оборудования, которое изучало, ну так сказать, космос. Значит, Советский Союз ориентировался в основном на программы, связанные с человеком по-прежнему, то есть, получается, инженерные работы, соответственно, стыковки и так далее. То есть, американцы все-таки, даже создав орбитальную станцию, ориентировались на установку на ней оборудования какого-то, которое космос изучает. Более того, к концу 70-х даже НАСА потеряла существенный интерес как к Skylab, соответственно, потому что у них появилось два новых серьезных проекта. Значит, поэтому Skylab было затоплено в 79-м году, причем они ее не до конца затопили, а часть еще в атмосфере не догорела, значит, неудачный был спуск. Значит, а два других проекта, про которые мы уже поговорим примерно к 80-м, это получается Space Shuttle, то есть к 81-му году получается программа была назначена, другая программа была назначена тоже на 81-й год, однако с ней получилось не так легко, это была программа, как же она правильно называлась, больших, больших, больших орбитальных телескопов, НАСА, по-моему, называлась, то есть серия из четырех телескопов, оптического, значит, радио, по-моему, рентгеновского и забыл еще какого, значит, получается, но, к сожалению, там это все выкинулось чуть ли не до начала 90-х. А связано это было с тем, что, соответственно, вопрос финансирования, значит, и финансирование НАСА в течение 70-х годов постоянно подвергалось сомнению. На самом деле свой бюджет они более-менее сдержали, вот, но тем не менее, я прошу прощения, можно вопрос? А вообще, что дает, как я, пошутить хочу, что дает все это, то, что там они делали, нам, ну, вернее сказать, не нам, а им, американцам, простым людям, ну, не совсем простым людям, более-менее, к среднему, верхнему, низкому классу, тем, которые на улицах, давайте, давайте сейчас расскажу, я только закончу, соответственно, про финансирование, значит, напомню, что 70-е годы это период утропейского скандала, страшного скандала, связанного с вице-президентом спирагнию коррупционного, значит, соответственно, потом борьба с инфляцией, и поэтому Конгресс постоянно, каждый год поднимал вопрос о существенном сокращении финансирования НАСА, НАСА не сдавалось, и до 70-х годов, конец 70-х годов это как раз период самой жесткой борьбы, вот, тем не менее, они основные программы реализовывали. Самым дорогостоящим проектом... День дела на платеже, скажу, да, естественно, значит, самым дорогостоящим проектом на самом деле были не космические запуски, не орбитальные проекты, это был вот этот вот проект самого большого, и он до сих пор в прошлом году только китайцы построили больше, самого большого радиотелескопа в мире, то есть вот эта вот чашка, она 305 метров диаметром, то есть тысяча футов, значит, Варисиба, радиотелескоп, значит, Варисиба в Пуэрта-Рико, вот, то есть, соответственно, с помощью него действительно сумели сделать гигантское количество новых открытий и определить приоритеты дальнейшего развития, что, соответственно, связано с людьми. Значит, вот там вот фотография Карла Сагана, да, то есть, который в 70-е годы стал такой весьма знаковой фигурой, человек, который сделал больше, чем кто-либо с точки зрения просвещения людей, значит, научно-просветительского деятельности, касательно космоса, контактов с инновидцивилизациями, да, и тому подобное. То есть, при этом, несмотря на то, что человек, собственно, вел себя как настоящий шоумен и действительно сделал огромное количество фильмов, которые могут выглядеть как развлекательные, тем не менее, все историки науки, которые занимаются ей как скептики, утверждают, что как раз Карл Саган был человеком, который в очень значительной степени поддерживал вот этот вот подход, связанный с скептицизмом науки. То есть, никто никогда не обвинял его, несмотря на то, что он умел простыми словами доносить серьезные вещи, как просто развлекательный, человека, создающего развлекательный контент. Так вот, значит, получается, именно в 70-е годы с точки зрения информационного пространства, с точки зрения шоу-бизнеса, с точки зрения интереса людей, космос стал как раз той сферой, которую было действительно интересно смотреть, и интересно ей, то есть, получается, всерьез ей интересоваться. То есть, именно в 70-е годы... Само по себе эмоциональность тоже развлечения. Само по себе, конечно, эта ценность, кроме того, оплачиваемая. То есть, соответственно, если что-то продается, значит, соответственно, она получает деньги за финансирование. Значит, получается, что именно в 70-е годы в американских школах и каких-то региональных центрах появилось огромное количество любительских обсерваторий, получается, школьных всяких астрономических проектов. Ну, потому что, во-первых, в 69-е годы высадка на Луну очень сильно всех впечатлила. Ну, а потом, получается, открытие нескольких крупных оптических телескопов и, получается, вот радиотелескопов в Ари-Сибе привлекло внимание не только, получается, к каким-то новым открытиям, а картина галактики именно за 70-е годы очень сильно стала меняться. Во-первых, за 70-е годы стало понятно, что галактик в несколько раз больше, в несколько десятков раз больше, чем, соответственно, думалось до этого. То есть, до этого там думали, что может быть миллиарды. К концу 70-х, насколько я знаю, уже понимали, что там минимум 10 миллиардов. Значит, и появились самые главные картинки. Появились картинки, которые было интересно смотреть, и появилась возможность многим просто посмотреть в телескоп физическое. Вот. И вот это вот очень сильно помогало на самом деле НАСА в борьбе за свои бюджеты. И поддерживало финансирование космических исследований развитие технологий. И в будущем эти технологии очень серьезно сказались и на американской экономике, и на занятости в этой сфере. А Скайбл-борк не станет ли? Нет, это была просто орбитальная станция, как у нас мир потом. Вот. То есть, туда прилетали автарты, проводили определенные работы. Правда, последние там два или три года уже пилотируемая космонавтика не использовалась, она висела только с оборудованием. Но в 72-й, 73-й, 74-й, 75-й ее прям очень серьезно использовали. Да, конечно, посещали, оставались, потому что это была полноценная орбитальная станция, причем действительно большая. А ее затопили в 79-м. А, точно. Да. Так, значит, вот теперь те моменты, которые связаны уже непосредственно с, не совсем технологиями, но отчасти технологиями, скорее с топливной промышленностью, значит, раз я обещал. Значит, энергетика. Вот там вот вверху диаграмма, которая показывает вклад различных видов топлива в общий энергетический баланс. Значит, она за 20-й век, за первые 80-х лет 20-го века. Ну, то есть, если посмотрите последнюю восьмую часть этого графика, то будет понятно, что происходило в 70-е годы. Значит, для того, чтобы было более визуально понятно, соответственно, я вынес вот две вертикальные черточки, они отделяют как раз 70-е годы. Значит, редко в какое еще другое десятилетие было столько пиков и падений, как в 70-е годы. Связано это в первую очередь с Великим Несеновым Кризисом 73-го года. Вот тот верхний красный черт это нефть. И вот первое падение это кризис 73-го года, однако из-за того, что нефть подорожала, соответственно, стала задача ее больше качать, в том числе на территорию Соединенных Штатов. Соответственно, добыча нефти увеличилась. А потом в 79-м году цены на нефть упали, соответственно, и его потребление примерно так же за нефтью следовал, только с меньшим пиками природный газ. Это вот эта голубовато-серая линия вторая. Зато впервые за долгое время по-настоящему стало расти потребление угля. И вот этот тренд продолжается и продолжается и последующие годы. И вот здесь внизу уже просто мало видно, там сильно прыгнула вверх ядерная энергетика. Сейчас на самом деле по ним по всем пройдемся. Значит, это добыча нефти для того, чтобы было понятно. Вклад разных штатов в добычу нефти на протяжении 70-х годов. То есть получается, что вверху большое темное пространство это Техас. Значит, второе сверху это шельф Мексиканского залива. То есть это получается тоже часть Техас плюс Луизиар. Значит, но это платформы, которые стоят в море. Значит, потом там немножко Нью-Мексико, немножко Аплахома. Значит, и вот красная полосочка, которая там тоненькая-тоненькая линеечка идет, вдруг резко расширяется в конце 70-х годов. Это только 70-е годы. Это Аляска. Потому что на Аляске открывают месторождение Ахабей, одно из самых знаменитых в истории мировой нефтедобычи. Это единственное месторождение в мире, где суточный дебет скважины достигал 20 тысяч баррелей. То есть одна пробитая скважина давала 20 тысяч баррелей, то есть бочек нефти в сутки. То есть даже лучшие фонтанирующие скважины этого Персидского залива давали максимум 10, то есть на Гавале или забыл, как называется, крупное на одном единственном месторождении на Аляске доля нефтедобычи Аляски превысила 10% в конце 70-х годов. Про 80-е будем говорить, я скажу еще отдельно про алясканскую нефтедобычу. А сланцы еще не было? Нет, сланцы еще не было. Про сланцевую революцию будем отдельно говорить. На самом деле, а нет, кстати, хорошо, что напомнили, в 70-е годы, когда прыгнула цена на нефть в 73-м году, значит, появился большой интерес к изучению как тогда считалось нетрадиционных типов ископаемого топлива. В том числе, получается, газу раствореванную в сланцевых массивах, получается, к каким-то сланцевой нефти, значит, про битуминозным пескам и так далее. То есть, однако, только при картере была создана прям специальная государственная компания, это типа бюро такое, которое занималось финансированием исследований в этой сфере. И действительно, финансирование первых всерьез исследований сланцевого газовой добычи произошли в конце 70-х годов. К 80-м годам они даже отчет предоставили, по которому следовало, что невыгодно. Соответственно, и плюс в 79-м году цены на нефть чуть-чуть упали, и как-то баланс более-менее выстроился. Но именно в 70-е годы два раза в американской истории было такое. Конец 70-х годов в состоянии какой-то паники американское правительство начинало финансировать исследования в сфере нетрадиционной энергетики. Тем не менее, если мы посмотрим, вот эта нефть, вся история Соединенных Штатов с точки зрения нефтедобычи. И вот серым обозначена добыча в Соединенных Штатах, а красным обозначен импорт. И самое интересное, что получается, что после великого нефтяного кризиса объемы импорта только увеличились. Потому что себестоимость добычи в Соединенных Штатах стал падать суточный дебет скважин. Большинство месторождений было исчерпано. Часть месторождений США законсервировали на будущее, потому что считалось, что не скоро в мире кончится. Надо на всякий случай что-то сохранить. И только за счет Аляски это поддерживалось на одном уровне. Если посмотрим, то в конце 60-х был достигнут пик добычи, а потом добыча чуть-чуть снизилась и на одном уровне начала болтаться. Зато импорт нефти резко увеличился. И соответственно в 80-е годы там было чуть-чуть по-другому. По природному газу технологи, инженеры предсказали пик газа, то есть пик добычи как раз к 80-му году. И если мы посмотрим 80-е годы, то есть вот эта черная линия это как раз тренд, который предсказанный, а красная линия это реальная добыча газа. И действительно в начале 70-х годов достигнут пик, а потом все, то есть открытые месторождения уже не давали возможность поддерживать определенный уровень добычи. То есть в 70-е годы как будто предсказанный пик газа был достигнут. На самом деле все получилось не так в 80-е годы, я потом расскажу. И вот он уголь, то есть это у нас с 1870-го года, потому что как пиратный второй мировой войны пик угледобычи, потом начинается снижение за счет того, что уголь начинает снять нефть и газ, но с середины 60-х годов начинается добыча угля, существенное увеличение добычи угля. Но это уже не та добыча, которая была до этого. Вот это самый главный показатель того, что что-то принципиально изменилось. Скажу, что Соединенные Штаты на тот момент занимают первое место в мире по добыче угля, другой страны мира, под миллиард тонн они добывали угля, в Советском Союзе, если не ошибаюсь, на тот момент около 500 миллионов, добывал Китай тоже около 500 миллионов, это потом Китай всех обогнал. Хотя в США до сих пор очень много угля добывают. Так вот, вот это две линии, черная линия это подземная добыча, а красная линия это добыча открытым способом. Именно в 70-е годы происходит перелом. В Соединенных Штатах начинается быстрая разработка разрезов, находящихся на западе. Если до этого это были шахты в основном Апалачского или Иллинойского угольных бассейнов, то получается теперь уже в конце 70-х годов основные места добычи это крупные бассейны менее качественного, то есть он не полноценный, то есть он не коксующийся, то есть это даже не полноценный каменный уголь, то есть это такой полу-легнит, полу-бурый, значит у них есть специально для этих бассейнов единственная страна в мире, где уголь не делится только на каменный и бурый, у них есть еще полу-бурый, то есть получается это как раз для этих бассейнов в первую очередь в штате полу-бурый, значит и получается что вот к 80-му году 500 миллионов тонн добывалось открытым способом и 350 миллионов тонн добывалось закрытым способом. Значит, а вот это другой показатель того, как изменились технологии. Значит, 70-й год это где-то вот здесь, то есть последний фрагмент, значит, красная линия это количество смертей на каждые 10 тысяч тонн добытого угля, а черная линия это сколько вообще погибших шахтеров каждый год. То есть, если посмотрим, то после войны, когда были введены по-настоящему жесткие государственные нормы по контролю за угледобычей и профсоюзу в этом серьезно участвовали, я рассказывал в свое время, но, соответственно, это стало падать. И, значит, и вот посмотрите, что получается в 70-е годы уже количество погибших было в десятки раз меньше, чем в предыдущие десятилетия. И оно там примерно на 2-м уровне уже оставалось дальше. Единственное, что оно там чуть-чуть снижается потом, потому что увеличивается доля открытой добычи. Сами понимаете, при открытой добыче вероятность гибели горняка гораздо меньше. Это была угольная промышленность? Это была угольная промышленность, да. Это атомная энергетика. Значит, получается, ну, это фотографии трех крупнейших атомных электростанций в США. Все они были построены в 70-е годы. Значит, как я рассказывал, они примерно сопоставимы с крупнейшими российскими, там, например, Курская АЭС, но уступают, например, крупнейшим АЭС Европы, типа, там, Запорожской, например, или крупнейшим АЭС Японии, как, например, Фукусима. Значит, и вот эта вот диаграмма показывает количество произведенной электроэнергии на атомных электростанциях. То есть, именно за 70-е годы резкий рывок вверх. То есть, именно за этот период атомная энергетика стала очень серьезным фактором американской энергетики. Однако, значит, это было до 79-го года. Значит, с 28 марта 79-го года произошла авария на 3-мейлайна. Значит, в мировом рейтинге ядерных катастроф она занимает четвертое место после, соответственно, Чернобыля, Фукусимы и аварии на кабинете Маяка в СССР в 50-е годы. Вот, значит, кому интересно, можете внимательно прочитать, есть полное описание на русском языке последовательности возникновения этой аварии и действий персонала. Значит, это, на самом деле, невероятное стечение обстоятельств, как всегда, чисто человеческий фактор, значит, когда при сбое какого-то оборудования действия наносят вред. То есть, на самом деле, комиссия, которая потом расследовала это, пришла к удивительному выводу, что если бы они ничего не делали, последствия бы были гораздо менее серьезные. То есть, неверные данные на старте начала, так сказать, в начале борьбы с аварией приводили к ухудшению ситуации. Связано это было с системой охлаждения реактора, как, собственно, большинство атомных электростанций, большинство аварий. Это была вторая, на самом деле, в истории США авария. Была небольшая авария в начале, за несколько лет до этого, в середине 70-х годов, соответственно, причем на электростанции в том же штате Пензеливания, у той же самой компании, но она была совсем небольшая, быстро преодолена. Значит, однако, чем принципиально эта авария отличалась от любой другой техногенной катастрофы предыдущего времени? Во-первых, очень быстрый выход информации в публичное пространство, значит, потом неуверенная позиция президента, то есть, Картер не мог точно сказать, что, собственно, делать, и в результате губернатор штата Пенсильвания просто объявил всеобщую эвакуацию и эвакуировали, это был не самый малоселенный район штата Пенсильвания, это среднее течение долины реки Сосской Ханы, то есть, крупнейшие реки восточного побережья США, собственно, Тримейлайленд, это остров посреди Сосской Ханы, на которой стоит электростанция. Вот, было эвакуировано на несколько дней несколько сотен тысяч человек, гигантская, тяжелая по экономическим последствиям эвакуация, здесь, соответственно, это приезд Картера, по-моему, значит, это ликвидация, потом уже через полтора года они смогли только что-то там дезоктирировать и так законопатили. В общем, на самом деле никто не погиб и не пострадал даже, и не было выброса радиоактивных материалов, которые бы замечались хотя бы за несколько десятков метров, на расстоянии от электростанции, однако количество ядерного топлива, которое теоретически могло бы просто взлететь на воздух, очень сильно испугало, значит, в том числе Конгресс Соединенных Штатов. И количество выдаваемых лицензий на строительство новых реакторов резко было уменьшено именно в конце 70-х годов. Однако это не было настоящим кризисом атомной энергетики ни в США, ни в мире до Чернобыля. Тем не менее, это очень серьезно. Вот там еще интересно в верхнем правом углу кусочек пульта, значит, компьютеров как таковых-то еще не было, на самом деле, которые можно было соединить с диагностическим оборудованием, непосредственно связанным с реактором. И последовательность действий не запрограммирована. Это бумажечки, которые вешались на индикаторы, соответственно, на тумблеры еще куда-то с указанием очередности каких-то действий в случае аварии. Это был такой регламент. Так вот, был такой один момент в ликвидации этой аварии, он, правда, был потом признан некритичным, тем не менее, когда было потеряно полчаса и получается, зона реакции в реакторе раскалялась в это время, когда они просто вот этим вот криточком закрыли одну лампочку. То есть ее просто не было видно. Вот, это тоже показатель того, что не был регламент предусмотрен. Причем, было очень интересно, то есть комиссия сделала вывод, что от производства до обслуживания были определенные разрывы, то есть инструкции были неоднозначные и до конца непонятные. То есть людей учили правильно нажимать кнопки, а не понимать возможность процессов. То есть, например, они не могли даже предположить, что где-то у них хлопнула труба, то есть они думали, отказала энергетика, отказала там какая-то электроника, все что угодно, но не то, что у них хлопнула труба. Реактор они потеряли или они его забрали? Они его потеряли, они его полностью законопатили. Через полтора года они его открыли, когда там часть прореагировала материалов во внешнем кольце, то, что вылилось, и вот это собрали. А остальное, я не знаю, сейчас может быть уже куда-то там вывезли, а так он был просто закрыт и стоял на еще несколько десятилетий. Реактор они потеряли, это второй реактор, ремейлаймент, и так оно и было до сих пор. В общем, компания, кстати, потерпела, конечно, убыток, но не прекратила свое существование и очень даже действовала дальше. Так, значит, транспорт. С транспортом там происходят очень интересные процессы, как и в предыдущие десятилетия, но некоторые новинки все-таки есть. Во-первых, в 70-е годы завершается строительство большинства вот тех дорог, которые были созданы в рамках межштатной системы автомагистрали Эйзенхауэра, проект, великий проект американцев 56-го года, то есть вот эти вот скоростные автострады, которые связывают всю территорию Соединенных Штатов по основным направлениям. В 70-е годы, к концу 70-х заканчивается строительство большинства этих автотрасс. Собственно, потом их только там расширяют, модернизируют и только там вот есть несколько участков, где не могли договориться с выкупом земельных участков на пути, где эти трассы разрываются в пригородах крупных городов. До сих пор, по-моему, два этих фрагментика у двух трасс не закрыты. Но к концу 70-х основная работа была закончена. И как раз в 70-е годы происходит перелом окончательных грузоперевозок, когда большая часть грузов на территории США в среднем на большее расстояние переводится с помощью автотранспорта. Именно к 70-м годам относятся формирование субкультуры дальнобойщиков со всеми вот этими радиостанциями, с стилем в одежде, с взаимопомощью, с донесением того, где стоит полиция на пути и так далее. Значит, опять же, серьезнейший и другой серьезнейший перелом это серьезные изменения железнодорожного транспорта. То есть, они вступили в кризис железнодорожного транспорта как раз в начале 70-х годов примерно к такому, как российские железные дороги вступили в начало 21-го века. То есть, убыточные железнодорожные пассажирские перевозки и весьма прибыльные грузовые перевозки, соответственно, которые висели, а при этом существовало жесткое государственное регулирование, то есть, государство каждую компанию регулировало по тарифам, по увольнению со времен нового курса, по увольнению приема на работу сотрудников, получается, по стоимости, по частоте изменения вот этих тарифов, по заставляло сохранять, ну, как так сказать, социальные значимые маршруты для железнодорожного транспорта. Тем не менее, более чем по половине направлений, где они считались, так сказать, социально значимыми, они уже не играли практически никакой роли, потому что, во-первых, стала развиваться, и в 70-е годы она увеличилась в несколько раз, система автобусных перевозок, и она была просто дешевле железнодорожных, потому что там была сильная конкуренция, а в железнодорожном транспорте были четко установлены тарифы, которые даже невозможно было снизить, потому что невозможно было, например, снизить зарплату, либо уволить лишних сотрудников и автоматизировать производственные процессы, потому что это регулировала государственная структура. Значит, вот там вот Грайнхаунд, то есть автобус стоит, то есть к концу 70-х годов корпорация Грайнхаунд, а это до сих пор крупнейшая автобусная, крупнейшая компания по междугородним автобусным перевозкам, она контролировала две с лишним тысячи маршрутов. На них работали получается сотни тысяч автобусов на междугородних маршрутах и стоимость именно автобусных пассажирских перевозок до сих пор между городами ниже, чем на любом другом транспорте. Ну просто, соответственно, плюс начинает, как вы помните, развиваться авиатранспорт невероятными темпами ввиду того, что авиацию дерегулировали в конце 70-х годов, они смогли конкурировать на разных направлениях. Получается, государство создает обтракт в 71-м году в компанию государственную, 100% государственную, куда убирает все пассажирские перевозки, снимает эту нагрузку с железнодорожных компаний, а остальную сферу дерегулирует. То есть, поэтому у них остались выгодные грузоперевозки, и они стали развивать. Благо, как раз в начале 70-х годов контейнерная революция завершилась. Вот, то есть здесь Малком Маклин, опять человек, который изобрел стандартный контейнер в конце 50-х. Только, получается, к началу 70-х появились настоящие контейнерные порты и контейнеровозы. И, значит, и в 70-е годы появился самый распространенный стандарт фуры, который соответствовал перевозке стандартного контейнера. Значит, соответственно, и появились, получается, это американское изобретение, вот эта вот, вторая фотография снизу, так называемая дабл-стэк, то есть, получается, двухуровневые железнодорожные перевозки, то есть, когда один контейнер ставится в два уровня, что существенно удешевило эти перевозки. То есть, американские железнодорожные компании стали чувствовать себя просто прекрасно, а Амтрак стала контролировать железнодорожные перевозки на всей территории Соединенных Штатов, причем, что интересно, государственные корпорации оптимизировав, убрав бессмысленные направления, оптимизировав остальные, она занялась ремонтом шелезнодорожных вокзалов, которые до этого, по сути, несколько десятилетий в некоторых городах, даже в центральных не ремонтировались, в Витшаре и Витшаре. Значит, соответственно, что стало привлекать людей? Стало заниматься оптимизацией этих маршрутов, то есть, получается, высчитывать длину их, где сделать короче, где сделать длиннее, то есть, просто-напросто, в том числе с использованием компьютерных расчетов. И к концу 70-х годов подавляющее большинство линий Амтрак, которые вообще планировалось чуть ли не как компания, которая будет постоянно датироваться, а большинство направлений было не то, что не датировано, а приносило небольшую прибыль. То есть, и железнодорожный транспорт именно буквально за 10 лет вышел из своего жесточайшего кризиса. Вот здесь вот плохо видно, но это строительство, завершение получается строительства межштатных магистралей. Вот, попрошу отметить, что бетон накладывается на ароматюбу. А железные дороги государству принадлежали? Нет, железные дороги никогда государству не принадлежали, они всегда были в частных руках, все железные дороги. В 30-е, 40-е годы они были, некоторые были временно приняты в государственное управление во время войны, то есть, с 41-го по 46-й год, по-моему, потом они были переданы, но государство регулировало тарифы и прием о увольнении сотрудников. То есть, профсоюзные вопросы очень жестко, тарифы и направления. То есть, она запрещала отменять маршруты какие-то, особенно в железнодорожных, пассажирских перевозках и так далее. Амтракт, какой собственностью владел? Подвижным составом? Амтракт владел подвижным составом, конечно. И вокзалами, да, инфраструктурой, и вообще всей вокзальной инфраструктурой. То есть, получается, там еще, они часть зданий перестраивали, часть продавали, ну, то есть, как бы там была такая северная активность. То есть, разумный контроль был? Ну, это было, получается, да, то есть, профессиональные менеджеры просто пришли, которые исправили ситуацию. Какая была? Непонятно, вы сказали, что государственная была основана компания, то есть, она была в течение всех... Она до сих пор государственная. Она до сих пор государственная. А какой процент электрификации на данном? Так, это у них ниже, чем у нас. У них в основном дизеля, значит, у них только железные дороги в вот этих мегалополисах, в трех, они внутри электрифицированы. В основном у них эти, тепловоз, конечно. То есть, сейчас тепловоз? Да, да. У них там проблемы были только с тоннелями. То есть, но, как бы, там тоже, там очень интересная история вот этот вот даблстэк, то есть, получается, как они снижали там буквально на миллиметры вот этот вот платформу на тележке и так далее. То есть, там была очень интересная история расчетов. Значит, Но это тогда были тепловозы. Тепловозы с 50-е годы. В 50-е годы паровозы снились на тепловозы. Дальше с конца 40-х. Вот. Вообще, процесс начался с 40-х годов, но самые большие паровозы когда у нас изобрели, в конце 40-х как раз их изобрели и внедрили в начале 50-х вот эти вот Биг Бой был, да, еще. То есть, до конца 50-х только на... Они еще в войну были. Ну, не, а, да, они уже, значит, тогда в конце 30-х. Ну, то есть, паровозы сохранялись только как маневровые, там, по-моему, до конца 60-х, а до конца 50-х, а были на сложных участках, где вот только вот специально для этого участка, там, скалистая гора, нужен был определенной мощности локомотив, чтобы таскать. и этот тепловоз, который заменял на этот паровоз, только в 60-е годы ввели в серию. Значит... А почему дороги вложили на железную арматуру? Нас так не делают? Нет, у нас так делают, когда строят, например, мосты или еще какие-то. Но там стандарт строительства автодорог, что, получается, должен быть напряженный железобетон. То есть, получается, натягивают арматуру и, соответственно, уже потом... Поэтому там лучшие дороги, да? Ну, они хорошие дороги, да, надо сказать, в большинстве случаев. Правда, вопрос, что в пригородах крупных городов эта проблема не решает. Вот, на пробке все равно все забивают. То есть, тогда нужно все более концентрические круги объездных трасс делать. Вот, соответственно, это там... Но это уже проблема других десятилетий. Потом поговорим. Значит, еще в 70-е годы была проведена наконец-то впервые за все послевоенное время реконструкция внутренних водных путей. Значит, государство перестало регулировать внутренний водный транспорт точно так же, как железные дороги. Плюс, соответственно, все глубоководные системы, связанные там с бассейном Миссисипи, Великих озер и, что самое главное, береговых каналов, привело, наконец-то, к единому стандарту. Причем, соответственно, был введен акциз на топливо для судов речных. Соответственно, и этот акциз напрямую направлялся на реконструкцию вот этих вот каналов. И вот получается вот эта вот линия канала, которая тянется вдоль берега, вот эта вот ярко-синяя линия вдоль берега, это не берег, это именно канал вдоль береговой. То есть, он прерывается только на части Флориды. И получается, что по всему этому береговому каналу только в 70-е годы они установили стандарт, что глубина фарватера 3 метра 20 сантиметров. Хотя потом выяснилось, что где-то там украли деньги и где-то так 2,7 осталось. Но тем не менее, значит, получается, в 70-е годы на удивление, в это уже вообще никто не верил, у внутреннего водного транспорта существенно увеличивается грузооборот, в основном из-за того, что они упрощаются системы перевалки. То есть, перевалка грузов становится дешевле, потом получается, увеличивается доля контейнеров плюс, соответственно, оборудуются нормально порты, которые связаны с насыпными грузами. А вообще по внутренним водным путям перевозить очень дешево. Вопрос как раз в перевалке. И когда инвестиционные проекты, связанные с перевалкой, были решены, то, соответственно, эта система заработала. Кружочками желтыми обозначены речные порты, которые как раз были модернизированы в 70-е годы для нормальной перевалки грузов, включая контейнеры. Также получается, в 70-е годы появились первые морские контейнеровозы, специализированные сюда, и, соответственно, в крупнейшие морские порты были заведены нормальные железнодорожные линии, на которых можно было грузить контейнеры дабл-степ. Я вот сюда поставил эти картинки, а на самом деле под этими картинками обозначены Лонг-Бич и Лос-Анджелес, крупнейшие контейнерные порты США. Сейчас, получается, на них приходится три четверти всего контейнеров оборота, но тогда была доля не такая. В то время, но тем не менее, Лонг-Бич и Нью-Йорк были водящими контейнерными портами в мире. Каботажные перевозки на сколько? Каботажные? Не знаю. Не интересовался, если честно. Вот именно каботажными, морскими каботажными не интересовался. Что такое каботажные? Это, получается, внутри одного выводного бассейна. Знаете, здесь, когда спросите, про литрички у них там, кроме Нью-Йорка, где тоже еще есть? Сейчас есть, тогда вообще не было. Тогда было только метрополитены и все. То есть, скоростных поездов в 70-е годы даже следа не было. И проекты для США казались, большинству населения США казались просто смешными. То есть, потому что есть автомобили, и все, то есть, Америка автомобильная страна. Проекты скоростных железных дорог, несмотря на то, что в Японии или во Франции или в Германии, они в то время решали огромное количество проблем. Стали появляться только в 80-е, а внедрятся, внедрятся, по-моему, вообще только в 90-е, я не помню, что в 80-е где-то были... Есть скоростные? Вот эта вот вся линия ИИ в Калифорнии, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сан-Диего. И сейчас они строят в Техасе, то есть, Хьюстон-Даллас. Ну, потому что агломерация Хьюстон, она это 10 миллионов человек почти в Далласа. Ну, это получается, что скоростной поезд. Или это все-таки скоростной поезд, Это скоростной поезд по модели ТЖВ или... Ну, наоборот, дорогой. Нет, там, по-моему, побольше. Ну, какая электричка? Дойдем, когда посмотрим. Так, значит, есть... Что-то я много говорю, сейчас чуть-чуть не успеем. Значит, получается еще очень важная фигура, о которой я хотел рассказать. Вот, просто это уже скорее такая, казалось бы, фундаментальная наука, тем не менее, она получила огромное количество практического применения в разных абсолютно сферах знания. Значит, это Бенуа Мангельбро, значит, известный математик. Чем фигура интересна? Во-первых, он мигрант, иммигрант. То есть, как бы, олицетворяет собой людей, которые вначале начинали в Европе, а родился он, получается, вообще в Польше. Значит, потом переехали во Францию, будучи евреями, чудом они выжили на неоккупированной территории Франции, то есть в Вишитской Франции. После этого он там учился в Парижском университете и, соответственно, переселился в США. И стал работать не в каком-то университете или научном учреждении классическом, а стал работать в лаборатории IBM. И, то есть, работая в лабораториях IBM, ему было позволено заниматься всем, чем он хочет. Вот, соответственно, и он 10 лет проработал, собственно, никаких особо проектов серьезных не решил для компании, тем не менее, ему позволялось как бы это делать. В 70-е годы он пишет две серьезных работы уже в середине 70-х. Это измерение длины, как там, длина побережья Великобритании. Какова длина побережья Великобритании? И он задает очень простой, старый геометрический вопрос. То есть, математик, который думал только фигурами. Вот, то есть, соответственно, если взять разную длину отрезков, соответственно, длина побережья будет представлять собой разную величину. И зависимость изменения этой величины от длины отрезков это математически значимое понятие, которое можно визуализировать. Вот, соответственно, появилось понятие фрактал. То есть, фрактальная геометрия это целое направление, которое создано именно Бенуа Мандельбротом в тот период, когда он был американцем. Значит, и в 75-м году он написал книгу фрактальные объекты форма, случайность, размерность, где, соответственно, сформулировал понятие множества Мандельброта. Вот там вот вверху, значит, кто знает, есть очень большое количество разных красивых картинок, когда их стали делать в цвете с компьютерным моделированием. Вверху как сделал он. Проблема в том, что теория таких множеств в визуальном исполнении формулировалась за многие десятилетия до этого. Почему именно Мандельброт совершил открытие таковой? Потому что появились компьютерные технологии. Потому что это стало возможным, настолько сложные, повторяющиеся в глубину процессы, получается, геометрические, стало возможным визуализировать и понять, как это выглядит только в конце 70-х годов. И оказалось, что это множество, которое является абсолютной абстракцией, если изобразить, оно превращается, не просто на самом деле в красивые картинки, оно превращается в объекты, которые очень напоминают биологические объекты. и представление о современной теории хаоса, и о представлении о математической зависимости биологических объектов, стало формулироваться исключительно после того, когда было сделано открытие Мандельброта. То есть, множество Мандельброта это визуализация абсолютной математической абстракции. Тем не менее, эта абстракция заложена вообще в росте дерева, в форме листа, в процессе закручивания облаков и так далее и тому подобное. В космосе. Ну и в космосе, естественно, потому что оно универсальное. Просто то, что касалось с точки зрения любых расчетов в докомпьютерную эру хаотическими вещами, но тем не менее, человеком инстинктивно воспринималось как что-то зависящее, в том числе и любое представление о красоте, почему это красиво, симметрично, даже когда, казалось бы, симметрии не видно. То есть на самом деле все оно легко выражается через фрактальную геометрию. То есть и вот это вот уникальное сочетание получается человеческого разума с точки зрения открытий и представление о инстинктивном, то есть эмоциональном представлении о прекрасном и компьютерной технологии, это вот только то, что на самом деле родилось в 70-е годы. Вот. Значит, и два слова про Арпанет, то есть я уже говорил, что это прообраз будущего интернета. Его создали в конце 60-х годов, в 69-м году. Значит, в 73-м к этому присоединяется Великобритания и Норвегия. Значит, и вот там вот количество узлов. Количество узлов, это не значит количество компьютеров, это количество, чаще всего на тот момент были университетские центры или какие-то исследовательские лаборатории. То есть, если в 69-м году было 4 узла, там, к середине 70-х больше 50, то к 81-м больше 200. Вот. Но, если в 69-м было 4 узла и 4 машины непосредственно к этому присоединено, то к 81-му году на 213 узлах было 4 тысячи уже компьютеров непосредственно объединены в эту сеть. Значит, это была на тот момент единственная сеть, архитектура которой соответствует и не только архитектура, но и протоколы шифрования, то есть TCP и IP, он существовал к концу 60-х годов. Собственно, это один из этапов инженерных разработок, которые превратились в будущем в интернет. Тем не менее, к началу 80-х годов это еще была такая узкая сеть, связанная в основном с научными учреждениями и с образователями. Так. А какую роль вообще мы-то наоборот играли? Я в прошлый раз просто про это рассказывал. Соответственно, да, это получается исключительно проект, который был одним из подразделений Пентагона сформулирован. И в какой-то момент они просто решили это передать в гражданскую сферу, потому что для себя они потом отдельно другую сеть создали. до сих пор существует параллельный интернет. Не пожалели? Не, не пожалели насколько. А вот еще я хотел в этот раз рассказать про GSM, да, то есть они GSM не пожалели, но это в начале 80-х, а это уже было вот что-то, и я историю расскажу, это просто невероятная на самом деле история. Так, по этому блоку какие-то вопросы есть? Так, нет, ладно. Тогда у нас просто вопросов осталось, а времени уже мало. Значит, я тогда немножко по верхам, но тем не менее. Значит, 70-е годы это возникновение в рамках ЮНЕСКО проекта Всемирное наследие. Значит, Соединенные Штаты участвуют в проекте Всемирное наследие с самого начала, значит, но примерно на уровне России, то есть, грубо говоря, если в маленькой Италии и во Франции на данный момент уже существует больше 50 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, то, соответственно, в США и России едва за 20 на огромной территории. То есть, в США довольно большая бюрократия связана с охраняемыми территориями, плюс, соответственно, очень мало чистых заповедников, а в национальных парках есть ограниченная хозяйственная деятельность, которая действительно серьезно контролируется и государственными структурами, и общественными организациями, однако, тем не менее, все равно присутствует. Для статуса Всемирного наследия ЮНЕСКО нужна, если это природный объект, значит, действительно нетронутая природа. Если это какой-то ландшафт, то, соответственно, это действительно неизменный ландшафт. Как, например, вот был скандал, когда долина Эльбы была исключена из, там, участка долины реки Эльбы была исключена из Северного наследия ЮНЕСКО, когда они построили мост. То есть, местным жителям был очень нужен мост. Там совсем были проблемы большие. Тем не менее, получается, когда они построили, их исключили. Вот, значит, поэтому в США это всегда было долго, однако, если какой-то объект добивался статуса всемирного наследия, то это действительно было огромным событием. Значит, в 72-м году, в 78-м году национальный парк Месса-Верде, то есть, это получается, вот эти, верхняя правая картинка, это территория в штате Колорадо, где огромное количество культурных объектов, связанных с средневековыми индейскими поселениями. То есть, это, например, вот этот скальный дворец, так называемый, где там вот вот эта кучка это люди, а там, соответственно, все вот эти вот клининные и скальные домики, которые там построены. Значит, потом Йолустон, Йолустонский национальный парк, где он у нас, вот он, получается, с гейзерами. Получается, потом Ранжел Сент-Элайс, то есть, гора Святого Ильи, это огромный комплекс, связанный с ледниковыми ландшафтами вокруг горы Святого Ильи на Аляске, причем они это получили как единый объект вместе с канадцами, который другой склон горы Святого Ильи на Аляске, соответственно, тоже включили в этот список. Потом, получается, национальный парк Гранд Каньон, то есть, большой каньон Колорадо, значит, Индепенденц Холл, это как культурное наследие НСК, значит, место, где в США провозгласили независимость, декларация независимости, была в НСКОЛе в Филадельфии произведена. Вот, Эверглейские болота, то есть, национальный парк Эверглейс, единственный сейчас из объектов США, который ЮНЕСКО считает, что там есть угроза для сохранения природного ландшафта, потому что гигантская антропогенная нагрузка по границам национального парка, потому что во Флоте гигантское количество населения и болота теряются. И, получается, национальный парк Варайлдвуд, реликтовые леса Секвои на территории Северной Калифорны. То есть, это, на самом деле, было серьезным событием по каждому объекту. Так, про музыку буквально два слова. Я прошу прощения, что я не разбираю, получается, историю рока, я не культуролог. Меня интересует, в первую очередь, конечно, социальная сторона этого. Значит, 70-е годы это, получается, эпоха, когда впервые в истории музыки какое-то направление в Соединенных Штатах стало резко преобладающим. То есть, к концу 70-х годов 70% всей музыки, которая игралась на радиостанциях, 70% всех альбомов, которые продавались на пластинках, это было диско. То есть, конец 70-х годов это эпоха диско и, соответственно, это эпоха становления огромной индустрии, связанной с дискотеками, с оборудованием дискотек, и, что самое главное, с радиостанциями и звукозаписывающими компаниями, которые только на этом специализировались. И вот этот невероятный подъем диска стал заканчиваться в 79-м году. И 79-й год это самый серьезный кризис на рынке американской звукозаписи, когда с десяток крупных компаний, которые специализировались на дисках, просто разорились, потому что, соответственно, увлечение оказалось, как, собственно, с любым музыкальным направлением, достаточно временным. Ну, соответственно, Дед Зеппелин без них никак, и Дипопс Дунамбовый. А это, соответственно, как фильм-то назывался с тралотой про диску. А, значит, Ночь субботнего вечера, да, или как она там называлась? Лехаратка. А, Лехаратка, да, точно. Лехаратка субботнего вечера, точно, да. Вот, значит, также в 70-е годы это становление каких-то определенных стандартов, простите мне такое слово, в сфере, получается, трех серьезных направлений американской литературы, то есть научной фантастики, фэнтези и литературы ужасов. То есть, если в 50-е годы и в начале 60-х появились, например, премии Оскар, Тони, Эмми, Грейми, да, то есть получается все, что связано с индустрией развлечений, что очень серьезно сказалось на вообще формировании самой индустрии, то есть получается стандарт. Если кто-то получает Грейми, то его альбомы дальше будут продаваться и упускаться в производство гораздо проще. То есть, соответственно, с американской литературой, связанной с хоть твердой научной фантастикой, хоть получается с фэнтези, хоть с уже литературой ужасов, происходит примерно то же самое. То есть в 70-е годы это становление премий. То есть появились как раз Набьюла, появилась Хьюга, появилась кинопремия Сатурн за научно-фантастические фильмы, значит, еще нам на самом деле ряд более мелких премий. Премия на лучшую фэнтези, значит, где вручают фигурку Джона Говарда, значит, это Желязны, Урсула Легуин, Рэй Брэдбери, Артур Кларк, Хайнмайн, Айзек Азимов, это Шетли, естественно, и Стивен Кинг за сторон. То есть получается, 70-е годы это эпоха в том числе и всех вот этих людей, ну плюс, соответственно, там и Вон, и Бут, и... Прошу прощения, вообще вот, как говорят всегда, из литературных произведений фантастов, хороших фантастов, конечно, события, описанные в их произведениях, они с какой-то период времени воплощаются в реальную жизнь. Какая-то часть. Ну, я не думаю, что это главная характеристика хорошей фантастики. Значит, ну, кстати, вот с Брэдбери тоже вообще интересная история, то есть Брэдбери как раз одного из немногих, от которого вообще не специализированные издательства легко печатали, ну и все, которые просто занимались обычной литературой, никто его по-настоящему фантастом какого-то не считал. То есть все считали, что это просто полноценная литература всех смыслов. Если говорить просто про научную фантастику, от которой ждали с бычьи мечт, как говорится, то в США это были три фигуры, то есть таких мастодонта, на которые все и смотрели. То есть получается Айзек Азимов, Роберт Харенвайн, Рарков Кларн, да, то есть соответственно, вот, ну, наверное, что-то сбылось, то есть роботы же появились, но пока не появятся роботы, посмотрим, как будет дальше. Урал это и не США, и совсем другая история. Хаксли, кстати, может быть, более интересен. Это, кстати, первые обложки первых книг, когда они издавались именно в таком виде. Вы знаете, еще вопрос. Вот они там допитали иллюзии, которые насчет того, что плавильный котел американского народа, так сказать, но у них это не получилось, это уже потом выяснилось уже. Ну, подождите, вот вы путаете, кто питал, когда, на разных этапах отношения к миграции было очень разное. Я по поводу каждого десятилетия подробно рассказываю про миграцию и описываю, каким образом менялось отношение. В разные эпохи было по-разному. Когда-то ждали плавильного котла, когда-то не ждали. Вот, значит, когда-то, наоборот, прекратили это. 70-е годы это период существенного увеличения доли азиатского и латиноамериканского населения. И в 70-е годы уже ни о каком плавильном котле как концепции не идет речь. То есть, только определенные российские круги на самом деле эту концепцию в тот момент подчеркивали. Американцев интересовало от мигрантов знание английского языка и соблюдение законов. Требования, чтобы они приняли американскую культуру, не было. То есть, это не европейская страна. США, с одной стороны, гораздо жёстче, с другой стороны, гораздо мягче. То есть, в частную жизнь, в семейную, государство и общество старались никогда не лезть. Но они всегда требовали жесточайшего соблюдения законов. Не важно, где ты родился, в Африке, в Америке и так далее, закон один для всех. Соответственно, и тебя знал ты о законе, не знал, тебя, соответственно, будут наказывать одинаковым образом. Вторая сторона, чтобы ты знал английский язык. То есть, соответственно, и только в 90-е, 2000-е уже даже годы отношение к испаноязычным с этой точки зрения стало мягче. Во всех остальных смыслах... Ну, на самом деле, там много нелегалов и не только нелегалов. Разговаривают на своих языках, чайно-танк, и так далее. Вот вы сейчас говорите о несуществующих вещах. Смотрите, нелегалы в 70-е годы это одно, нелегалы сейчас это другое, это разная история. Я сейчас говорю не про миграцию, давайте тогда не про нее и будем двигаться дальше. Это, соответственно, все, что касается кремии. Так. Как, вы еще не рассказали про вот эти премии? А что про них рассказывать? Набьюла, премия, которая награждаются лучшими научно-фантастическими произведениями. В начале 70-х она организована. Значит, если вы посмотрите, кого награждали премией Набьюла, то, соответственно, там будут все вот эти вот звезды. Вот ее логотипчик. А награда, она, это такой кусок плексиглаза или стекла, не знаю, из чего она там сделана. И в нем прям вот эта вот красивая галактика разноцветная вращается. Конечно, каждый год награждают. Это именно литературная премия. Это, соответственно, Хьюго. У Хьюго концепция такая более общая. То есть, получается, Набьюла больше научную фантастику, да, Хьюго больше, ну, тоже, конечно, фантастику, но больше развлекательной, например, фантастике награждали, больше каких-то произведений психодерических в 60-е годы было и так далее. Значит, премия, значит, сейчас я не помню, кстати, что Хьюго за этот, что они непосредственно вручают, но логотипчик у них ракета до сих пор. Соответственно, вот эта вот статуэтка, которую до прошлого года, по-моему, вручали за лучшие фэнтези. Я не помню, как премия правильно называется. По-моему, она что-то так и называется. Значит, литературная премия за лучшие фэнтези. Это какое-то такое бюрократическое название. Соответственно, и это логотип кинопремии Сатурн. То есть, это научно-фантастические фильмы. Вот сегодня Метаник Рожавин напомнил про фильмы «Звездные войны». Вот как раз, соответственно, это яркий пример того, что космическая фантастика стала частью американской культуры действительно по-настоящему только в 70-е годы получается. А до сих пор это естественно, но до этого практически этого не было. То есть, получается, что зомби-апокалипсис впервые появился в конце 60-х, если так подумать. Вот космическая фантастика в конце 70-х. Нет, понятно, был «Звездный путь». А вообще с точки зрения социальной вообще это что за процесс такой? То есть, откуда это идет? Ну, конечно, не все халмалицы. Какой именно процесс? Любовь-любовь к фантастике? Конечно. Я очень люблю фантастику. Значит, что с этим поделаешь? По-моему, это антропологическая черта нормального здравомыслящего человека, который хочет видеть обычное в необычном и необычное в обычном. Да что же, я не знаю, как нам поступить. В принципе, у нас уже 8 часов, а у нас еще и остались внешние территории. Давайте, кстати, про внешние территории расскажу. Значит, уложусь, думаю, за 5 минут, потому что что-нибудь такого, значит, и чтобы к ним потом не возвращаться. Значит, Пуэрто-Рико, значит, крупнейшая внешняя территория США. Вот там вот, а, нет, это на следующих слайдах. Получается, напомню, что они получили конституцию при губернаторе, получается, это Луис-Мунис-Марин, получается, потом в 50-е годы принимается программа Бунстроп по индустриализации по Эрто-Рико, то есть, получается, это государственная программа по модели нового курса с очень серьезными государственными вложениями в экономику. То есть, они, получается, добились вот такого распределения количества людей, работающих в сельском хозяйстве, это синяя черта, и работающих в промышленности. То есть, именно в 70-е годы наступил вот этот перелом. Вот этот крест произошел в 70-е годы. То есть, к концу 70-х годов в Пуэрто-Рико большинство населения стало работать в промышленности. То есть, это стало одной из самых индустриализированных стран Латинской Америки. До сих пор на самом деле в Пуэрто-Рико занимает одно из первых мест в мире по доле людей, занятых в промышленности. Единственные страны, с которыми они в этом отношении конкурируют, это Китай, Индия, Индонезия. То есть, до сих пор около половины населения занято во вторичном секторе экономики, что очень необычно. А Вы знаете, что несколько индустриализаций раскроете? Вообще, возникают же проблемы какие-то какие-то? Какие? Ну, вот, экология, здоровье людей. Трущевы. Куда идем-то? В Пуэрто-Рико возникли трущевы. То есть, урбанизация, естественно, росла, значит, возникли трущевы, как и везде в Латинской Америке. Значит, его как раз губератор УСФР и стремился конца 60-х, начале 70-х, стремился, получается, решить этот вопрос с цельным обеспечением. Тем не менее, он впервые за всю историю Пуэрто-Рико стал воспринимать ее как полноценную самостоятельную экономическую единицу, которая не должна существовать за счет постоянных дотаций федерального бюджета Соединенных Штатов. Значит, более того, для того, чтобы подчеркнуть, что Пуэрто-Рико связано с Соединенными Штатами, он провел референдум о статусе Пуэрто-Рико в 67-м году перед своими выборами и на этом референдуме 60% населения проголосовали за ассоциацию, то есть за текущий статус, то есть ассоциированное с США государство. 39% проголосовали за то, чтобы стать штатом США и меньше 1% проголосовали за независимость Пуэрто-Рико. Вот, соответственно, получив такую поддержку, Феррес стал проводить определенные реформы, связанные с независимостью Пуэрто-Риканского бюджета. Вот, в общем, они ему в какой-то степени удались. Значит, при этом бурная индустриализация привела, получается, не только к Токщобам, но и к большому оттоку, к эмиграции лишних людей с территории Пуэрто-Рико. И вот здесь удивительная получается динамика. Получается, это рост населения Пуэрто-Рико, то есть с 60-го по 90-й год население там выросло в полтора раза. Но за это же время в три раза выросло количество Пуэрто-Риканцев на территории США. То есть в США было почти 3 миллиона Пуэрто-Риканцев, из которых почти 900 тысяч были в городе Нью-Йорке. То есть в городе Нью-Йорке из 7 миллионов человек почти 1 миллион был Пуэрто-Риканцем. Вот, да, то есть это очень интересная картина. Так, значит, вот это диаграмма показателей успешности Пуэрто-Рикан среди других государств Латинской Америки. Вот эта бледно-зеленая линия, которая резко уходит вверх, это как раз Пуэрто-Риканцем. То есть начав это ВВП на душу населения по номиналу получается начав с 2000 долларов на душу населения в 50-м году, к 90-му году она достигла 10-ти. Чтобы было понятно, Россия до сих пор 10-ти не достигла. То есть уровень развития Пуэрто-Рика к концу 80-х годов был на очень высоком уровне. Значит, она обогнала даже Уругвай и там и большинство других стран Латинской Америки. Вот эта жирная красная черта, самая жирная, это Куба. А вот, например, черная линия, которая единственная уходит вниз, это Гаити. Вот. То есть в Пуэрто-Рика индустриализация удалась. Значит, также буквально по два слова про другие территории. Виргинские американские острова население почти 100 тысяч человек к 90-му, вернее, 100 тысяч человек к 90-му году. Территория живет в основном за счет туризма. Значит, но самой главной проблемой для Виргинских американских островов, это территория, напомню, в 17-м году купленная у Дании, значит, это ураганы. То есть как раз через вот эту территорию проходят практически вот эта, как это называется, линия основного пути прохождения ураганов по территории Атлантики. То есть вот то место, где она упирается впервые в землю, к востоку от Куэрта-Рика, это как раз Виргинские американские острова. Поэтому у них все зависело от того, был в каком-то десятилетии серьезный ураган или нет. Но в целом это была территория с таким более-менее нормальным уровнем жизни за счет туризма. Примерно та же самая история с американским САБО. Заселение растет, строится за счет государства система образования и здравоохранения и туризм. Дальше на Гуаме. На Гуаме в 68-м году начинают выбирать губернатора наконец-то и полностью ликвидируются все элементы военного управления островом. На Гуаме огромные военные базы, то есть одна из крупнейших авиабазов вообще в мире это Андерсон авиабаза Андерсон то есть вот это черточки это самолет и самолет и самолет и самолет и самолет и самолет Значит, Гуам стал самоуправляемой территорией и в общем в таком режиме до сих пор существует. Это не только в Харьковском областине? Нет, это Тихий океан. Это север Тихого океана, это Марианские острова. Кроме того в этот период у Соединенных Штатов до сих пор под опекой находится вообще вся микронезия, которая была отторгнута у Японии после Второй мировой войны. Значит, они ее разбивают, вынужденно разбивают на несколько округов, соответственно, потому что вместе эта территория не может договориться о создании единого правительства. Здесь динамика населения всех этих территорий. Значит, кроме острова Гуам, который проголосовал выйти из состава этой микронезии и стать, по сути, ассоциированной территорией США. Значит, к началу 90-х годов Соединенные Штаты Америки наконец-то заставляют три территории из четырех провозгласить свою независимость. Маршаловы острова, Каролинские, то есть Федеральные Штаты Микронезии, это теперь называется, и Республика Палау. Они становятся независимыми в конце 80-х, в начале 90-х годов. Северные Марианские острова получают статус ассоциированный территорией США и до сих пор находятся в таком статусе. Так, значит, получается, зона Панамского канала, я уже рассказывал, значит, по договору Торихоса Картера, значит, переходит к Панаме, однако совместное управление сохраняется на 20 лет, то есть зона Панамского канала, как американская территория, ликвидируется, это была прям территория, управляемая США, внешняя территория ликвидируется, однако каналом они совместно управляют до 99-го года. Так, и получается, на Кенаве до 52-го года, до 72-го года, в 52-м году снимается оккупация Японии, но оккупация Кенавы не снимается. И 20 лет на Кенаве создана, по сути, внешняя территория США, где гражданский губернатор американский управляет этой территорией. Значит, в 72-м году они наконец-то достигают соглашения о возвращении Кенавы Японии, причем там было очень интересно, они переходили при этом с права стороннего движения на левостороние, как во всей Японии. И единственное, что все территории американских военных баз, они на карте острова обозначены красным, занимают нам около 20% территории острова, они остаются, по сути, экстратериальными и до сих пор. Там находятся огромные, в том числе, стратегические авиабазы, плюс там военно-морского флота и морской пехоты. Вот, соответственно, вот так. Значит, еще в 70-е годы, к 70-м годам происходят уже серьезные изменения в управлении, во взаимодействии с индейскими резервациями. Значит, соответственно, я на самом деле, наверное, к этой теме вернусь в следующий раз, потому что про эти этапы нужно рассказать поподробнее. Значит, эта карта по доле индейцев в населении, соответственно, вот этот общий коричневый фон, светлый коричневый фон или кофейный, он какой, это где менее 1% населения индейцы составляют вот эти вот такого желтенького цвета, это от 1 до 2, вот там получается вверху оранжевые монтаны северная дакота это от 2 до 5, значит, получается вот эти вот от 5 до 10 и на Аляске больше 10%, оранжевые яркие от 5 до 10 и Аляске больше 10%. Это индейцы и, получается, эскиносы и алиуты вместе. Значит, в 70-е годы завершается процесс, когда Соединенные Штаты Америки пытались снять с себя ответственность за дела внутри резерваций и резервации окончательно интегрируются, в общем, интегрируются, получается, в правовую систему Соединенных Штатов, все абсолютно правовые вопросы к этому моменту ликвидируются и, однако, возникает серьезная проблема финансирования вообще жизни на территории этих резерваций. И 70-е годы это как раз период очень серьезного тяжелого согласования вопроса о возможности размешения азартных игр на территории индейских резерваций. И к концу 70-х годов как раз он был самым разрешен. Я тогда все-таки буду говорить про 80-е годы и вернусь к этому слайду подробно расскажу. Но пока только что, соответственно, до сих пор в индейских резервациях в большинстве из них главная статья дохода не в большинстве из них, а во многих из них, скажем так, по-моему, в 200 из 800. Значит, именно азартные игры это главная статья дохода, благодаря которым они могут содержать свои эти колледжи. Соответственно, вот здесь вот цветными пятнами обозначены все индейские резервации на территории США. На самом деле, я подробно тогда к этому вернусь, поэтому вопросов мне сейчас не задаваться. То есть, и не только в резервациях живут? Конечно, не только в резервациях. В резервациях живет даже меньше 20% сейчас индейского населения. Там есть еще были такие индейские, другие территории, как они называются, индейские поселки, вот, то есть, которые определенными правами резервации имели в черте города, но там специфическая правовая система. А что заставляет их оставаться в резервации? Конечно, они существуют, они, есть понятие народов, племен, есть понятие индейского самоуправления, вот, есть понятие их правовой системы, конечно, что все остается. То есть, они как государство на самом деле. Вожди, да, как президент. Они каким-то образом ученивы, вообще в правах или моральном? Нет, конечно, никак их не ощущение. А тогда резервация, что это за понятие? Это та территория, где не действует законодательство штатов. То есть, типа, как самостоятельно? Там действует только федеральное законодательство и законодательство о резервации. А законодательство штатов и муниципалитетов не действует. То есть, это принципиально важный момент. Я тогда в следующий раз расскажу, почему федеральное законодательство, в общем, и дети с ним нормально имеют дело, а почему именно законодательство штатов это всегда была бы очень большой проблемой. Вот резервация вынесена за пределы этого законодательства. Спасибо. Спасибо вам.